Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Ну хватит, хватит, хватит. Я просто слушал, прослушал релиз. Пиздец, очень волнуюсь перед выходом релиза. Я не могу, вот решил даже трансляцию сделать. Я уже все сделал, что от меня зависит. Уже все везде готово, заряжено. Я сижу на нервиках. Поэтому вот решил с вами пообщаться немножечко, чтобы это, собраться. Салют, привет всем, привет всем. Как ваши дела, народ? Ждем релиз. Хорошо, я тоже очень жду. Пиздец. Сейчас еще такая тема. У нас немножко, блядь, уже сточили правила. Нужно сейчас релизы чуть пораньше отправлять. И из-за этого, ну он уже готов несколько дней. Раньше мы работали до последней секунды, сколько можно было. Мы выжимали, отправляли и через там пару дней все выходило. А сейчас мы ебаный в рот. Сидим уже несколько дней, такие, блядь, ничего поменять нельзя, ничего доделать. Вроде бы ничего не хочется, но сам этот факт, что нет возможности что-то еще где-то подсвести, подделать, это немножко напрягает. Релиз ровно в 8 будет. Да, релиз будет ровно в 8, но может быть там в 8.02, вот что-нибудь такое. То есть там бывают какие-то технические моменты. Ну, все, что от меня зависит, чтобы он в 8 вышел, я все сделал. Какие ожидания от релиза у меня? Ожиданий никаких от релиза нет, потому что я знаю, как он будет звучать. Это, наверное, мне нужно у вас спросить, какие у вас ожидания от релиза, потому что я-то его уже слышал. Так, шалом из Алматы. Алматы, салют. Привет, еще раз привет, всем привет. Я под спидами снова. Не знаю, не знаю, братан, как ответить на этот вопрос, потому что я никогда не был под спидами, поэтому я не могу сказать, что я не под спидами и никогда не был под ними. Ты, наверное, говоришь про вот эти прекрасные синие штуки под моими глазами, но это потому, что мы до сих пор круглосуточно делаем всякую, типа, тему. Готовили сториз, там, вот этот вот трек-лист, который мы сегодня выложили, и все, все вот это мы, в общем, готовились к релизу, короче. Выпускай релизы раньше, пожалуйста, очень спать хочется. Ну, чувак, 6.37 вечера, почему тебе хочется спать? Ты, наверное, живешь где-то в часовом поясе, где уже поздно, но, блин, просто перейти в Москву, и тебе не будет хотеться спать, когда выходят релизы. Так, ждем трек. Так сегодня же 6 треков выходят, а не один. Гром, ты был на Трэпхате? Я так понимаю, это тусовка после Версуса на Газголдере? Нет, я Версус на Газе проходил 19-го числа, и я тогда до этого провел ночь на студии, потому что мы записывались и работали над релизом, мы съездили на Версус, посмотрели, а, я не могу сказать, кто баттлился, да, и вернулись сразу вечером после этого и опять на ночь на студию, ну, в общем, история такая, где можно будет найти все это. Это релиз Flash Forward EP, 6 новых треков, выходит через час и 25 минут в группе реке ВКонтакте. Можно будет найти там. И в приложении Boom, и через какое-то время еще на iTunes и прочее. Вот. Так. Я надеюсь, что сегодня все готовы разъебать, сделать как можно больше репостов. Я про репосты чуть позже скажу, почему это важно. Давайте что-нибудь обсудим еще. Вот. Кто был на предпрослушивании из здесь присутствующих? Кто-нибудь был? У нас просто... Когда же это было? Позавчера прошла закрытая презентация, релиза. Ну, вы видели, наверное, в группе. Мы отбирали по конкурсам, мы отбирали из... Sorry, что я так говорю, я реально переживаю просто, народ, вот, реально переживаю. Мы отбирали по конкурсам, по репостам, мы отбирали людей. В Москве на закрытую презентацию пришло... Ну, в итоге мы выбрали 100 человек. Они пришли все, мы с ними общались, там были какие-то непринужденные такие диалоги, живое выступление, непосредственно презентация, релиза. Вот. Я была, все очень круто. Мне тоже очень понравилось, прям пиздец. Я уже писал в ВКонтакте, но я прям не ожидал, что будет так охуенно. Я такой, ебать, какие же у меня на самом деле адекватные охуенные слушатели. Я каждый раз постоянно поражаюсь, потому что, ну, принято считать, что у любого так или иначе исполнителя большой процент каких-то неадекватных людей его слушает, непонятно откуда берущихся. Но я общаюсь со своим слушателем, такой, ебать, как же, как же все круто на самом деле. Вот. Гена, не увольняй, не гореть. Да я, это же, это наш мем с ребятами, я их постоянно увольняю. Вот. Так, надеюсь, все будет охуенно. Я тоже, тоже надеюсь, что все будет охуенно. Планируешь клип в ближайшее время? Да, после релиза будет клип. Вот. Давайте так, если у вас есть какие-то вопросы про релиз, я, наверное, могу сейчас поотвечать, ну, на какие-нибудь вопросы по поводу работы над ним. Вот. Вот такие все вещи, которые вас интересуют, информация. Еще, что уж скрывать, час остался. Ты бухаешь, я, нет, я вообще не пью. Но в последнее время началась такая история, что откапывают мои какие-то старые фотки, где я, ну, мы с ребятами прикалывались, что я вот так сижу с кружкой пива и все такое, или с кальяном. Я такие, вот реке впиздит, что никогда не пил. Я пробовал много разного алкоголя, но чисто вот в таких, в исследовательских целях, мне ничего не понравилось. пробовал курить кальян один раз в своей жизни и пробовал курить сигареты один раз в своей жизни, мне ничего не понравилось. Но я не делаю из этого часть своего имиджа, часть образа, позицию, потому что, ну, я не пропагандирую никакой здоровый образ жизни, кто бы мог подумать, да? Я не считаю, что я там вправе советовать человеку что-то в этом ключе его жизни. Поступай, поступай так, как тебе нравится. Если тебе нравится бухать, бухай, потому что я с большим подозрением сам отношусь к другим непьющим людям, потому что они зачастую какие-то душные уебаны оказываются. Ну, это, наверное, плохо обо мне самом говорит, но когда мне человек говорит, о, блин, Брик, я тоже не пью, я такой, хорошо, потусуюсь лучше с теми веселыми, бухими ребятами. Поэтому это вообще ни в коем случае никакой, никакой пропаганды здорового образа жизни за мной, типа нет. Как ускорить время? Я бы тоже сейчас, конечно, ускорил время, но мне уже написали, что я под спидами, мне, наверное, некуда больше. Так, сколько тебе лет? Мне 24 года вот исполнилось, два месяца назад. Биты, надеюсь, классные. Да не, братан, хуйни понабрали. О, кстати, вот, это вопрос по поводу работы над релизом. У нас произошло невероятное в этот раз. На этом альбоме будет один трек, бит, к которому написал мне Игорь Иксфинер. Я понимаю, это большой шок для каждого из вас. Пожалуйста, не отписывайтесь, послушайте, может быть, мы сможем как-то с этим работать. На самом деле, это последний трек, Неславные парни, там Игорь есть на фите, мы уже смеялись с пацанами, что Игорь, как жена моя, такая, типа, эй, ты, куда ты пошел? На чужой продакшн? Я тогда с тобой. Я что ты? Что ты, с мальчиками читать трэп? Пошел на чужой бит, а мне почему нельзя? Я тоже буду там. Такая история. И один трек, совместный продакшн Игоря, с тем же человеком, который писал бит на Неславные парни. Я о нем подробнее расскажу уже после выхода релиза, чтобы чуть-чуть не раскрывать лишнего концепта, но будет ссылка на него в посте. Обязательно зайдите, ознакомьтесь с музлом этого чувака, он просто охуевший, я очень рад, что я его нашел и что мы с ним как-то смогли сконнектиться и поработать. Будут баттлы? Баттлов в этом году почти 100% не будет, в следующем не знаю пока что. Гена, ответь, пожалуйста, как ты отбирал творчество на предпрослушание? Это важно, так я убила кучу времени и не выиграла. Понимаешь, история работает так, ну, блин, я даже не знаю, как сказать, я в общем выбрал те работы, которые мне понравились, то есть я видел, там были работы, в которые люди вложили много усилий и местами даже больше усилий, возможно, чем те, которые выиграли, но смысл-то был в том, что мы сели с Игорем и Хевом, мы выбрали те работы, которые нам больше всего понравились и их взяли. Это же абсолютно наше субъективное мнение, мнение троих человек и если ты не выиграл, это не значит, что объективно ты была хуже, но ты, значит, нам понравилось чуть меньше, но при этом были и крутые непрошедшие работы тоже, но вот самые охуенные все в той десятке есть и я лично отсмотрел абсолютно все работы, которые были сданы на конкурс. так, где Багира? Багира? Все? Разобрались? Так, нахуя вы десять поставили поющего уедя... Что? Чувак, я вообще не понял, что ты написал. Так, Гена, помнишь? Илью не помнишь? Блять, Гиндос, будь человеком, ответь, ты забрал букет после предпрослушивания? Ответь, пожалуйста, очень важно. Блять, я забрал, я сейчас его покажу вам, потому что ко мне часто прилетают предъявы, что я какие-то подарки не забираю, оставляю, я все везде забираю, оставляю. Пряник тульский забрал, съел половину, букет тоже забрал, картину принесли, забрал, что-то еще было, все забрал, короче. Сейчас букет покажу. Ёбнулся телефон, посмотрите на него. Вот, вот мой букет, это мне подарили, блядский букет на предпрослушивание, но это спрашивали где-то люди, это, конечно, очень ржачная хуйня, мы дико раздували с этого все, я теперь настоящий народный артист, которому приносят цветы, очень красиво, к сожалению, их нечетное число, поэтому подыхать пока не собираюсь. Салют, салют всем, блядь, как ёбнулся телефон, сразу людей больше стал, потому что это экшн, экшн, ку, почему ты делаешь так пиздато? Стараюсь, потому что дохуя, и я очень рад, что кто-то считает, что это пиздато. Картину покажи. Нет, все, я сейчас опять уйду, у меня опять ёбнется телефон, и не доживет до релиза. Так, Николай Басков, номер два, да, это я, я теперь как батек, прям вообще. Так, ждем камерный цвет настроения, да уже, уже поздно, вот, народный артист, да, это я. Давайте еще, если есть какие-то еще вопросы по поводу работы над альбомом, шараут из Варшавы, Варшава, салют. Какой у меня телефон? У меня iPhone 7, что-то там. Вот, на iTunes, и пиху сразу залете? Нет, не сразу, сначала будет ВКонтакте эксклюзивно, некоторое время. У тебя пиздатые треки, спасибо, надеюсь, у тебя тоже. Антихайп, антихайп. Сделай клип в красном цвете, хороший совет, спасибо большое, постараюсь. Вот. Так, Гена, скажи, пожалуйста, будет Arkham 6? Да, будет Arkham 6. Ну, зарекаться не хочу, но почти 100% Arkham 6 будет, и он будет в феврале 2019 года, конечно же. Когда батл, когда Киев? Сколько времени потратил? Так, потратил дохуя времени. Мы в этот раз, я часто говорю, что на один не выпущенный трек, приходится, на один выпущенный трек, приходится, один доделанный, не выпущенный, еще несколько демок всяких и набросков, но в этот раз что-то прям, прям, ну, дохуя всего очень мы написали, чего не взяли, то есть у нас прям материала осталось очень много, очень много материала, который не пошел немножко под, ну, концепт не то, чтобы охуенно концептуальный релиз, он скорее экспериментальный, но в общем, есть еще очень много всего, что мы доделали, не доделали и не взяли, потому что работали сразу наперед, и просто, что приходило в голову, то сразу делали, ну, не сразу, никогда ничего не делается сразу, к сожалению, в музыке в большинстве случаев, в общем, потратили мы очень дохуя времени, ну, и особенно много на те треки, которые в итоге, конечно, войдут в релиз, поэтому я бы хотел, народ, давайте сегодня вечером разъебем, пожалуйста, всю эту хуйню репостами просто в хлам, кидайте друзьям, репостите на страницу, репостите в группу, если кто-то где-то отминьте, советуйте, давайте соберемся в огромного ебаного Power Ranger и всех разъебем, потому что, ну, как вы знаете, я, в общем, хочу, чтобы музыку мою услышала та прослойка людей, до которой я хочу достучаться, те люди, которые сходятся со мной в каких-то мнениях, те люди, которые близки мне по духу, я не прошу от вас, мне часто, знаете, спрашивают люди, как тебя можно там отблагодарить за творчество, то есть, как вы знаете, я нечасто я же в туры, из-за своих личных заморочек, вы знаете, из-за каких, я не выпускаю мерч, раз в полгода как-то делают артисты, потому что мне, ну, не нужна конвейерность, мне хочется, чтобы все было охуенно, и когда мне говорят, там, не знаю, скинь номер карты, я хочу тебе чуть не закинуть деньги, я такой, блядь, это, к сожалению, не моя история, поэтому, если кто-то хочет как-то, не знаю, сказать мне, какой-то выразить респект, сказать мне какое-то спасибо, отблагодарите за творчество меня и мою команду, кстати, я вот еще подробнее расскажу про ребят, просто нажмите репост, мы работали, мы реально хуячили полгода, и для вас нажать одну кнопку, я надеюсь, что это не сложно, очень буду благодарен всем за помощь в распространении, так, нет, правда, правда от души, то есть каждый, каждый думает, блин, ну я репост, ну что там один репост, ничего не решает, на самом деле, это все очень просто охуенно приятно, так, давайте дальше, Ген, твои самые любимые цвета, черный и красный, или какая-то символика, мои, ну как, я не могу выделить, как ты знаешь, любимый прям один цвет, мне нравится гамма цветов, и она, да, заключена где-то вот, в черно-бело-красном треугольнике, соответственно, розовый, серый, вот это все, мне это все очень нравится, нравятся всякие сочетания, и это очень круто, вот, от души душевного в душу, я максимально распространяю, очень большое спасибо вам, ребят, я, блядь, надеюсь, мы все сегодня везде заспамим, все везде разрепостим, блядь, когда Фит с Хованским, завтра, сразу после релиза, кстати, если без шуток, ну, это тоже не была шутка, ни в коем случае, я на фан-встрече, которая была в музеоне, сказал, что на релизе будет 7 треков, а на самом деле их будет 6, и, ну, из чего можно сделать вывод, что я напиздел, но хочу сказать, что этот 7 трек, он выйдет совсем скоро после релиза, то есть, прямо в августе уже, уже будет новый трек, который не вошел в релиз, это будет как бы не бонус трек, но по определенным причинам, я пока не могу сказать, каким мы его решили выпустить потом отдельно сингл, вот, так, со скольки лет читаешь? блин, не помню, но дохуя уже, что-то, больше 10 лет уже моему первому треку, так что, прям существенно, мне кажется, уже лет 12 моему первому треку, выложишь саундклауд, да, 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 обязательно выложим, мы тут завели саундклауд, наконец-то, в этом году, 2018 год, самое время завести саундклауд, все там, я зашел туда, там есть мои треки, на которых по несколько сотен тысяч прослушиваний, я такой, ну, ладно, пусть чуваки эти порадуются, так, что с алфавитом, вот у меня будет фит с алфавитом, сегодня выйдет, давненько у нас не выходило фитов с алфавитом, я так понимаю, даже в 17 году не было ни одного, но записанные были, но выпущенных не было, какой из шести треков тебе больше всего нравится? Я, как и в прошлый раз, абсолютно влюблен в весь релиз целиком, я могу лишь сказать, что только интро, в данном случае, она выполняет роль интро, то есть, это трек, полноценный, но при этом всем, это больше, все-таки, настроенческо задающая, вводная часть, и, возможно, я не могу сравнивать интро с остальными треками, просто потому, что я их по-разному воспринимаю, но вот, все пять, начиная, там, со второго, ветер, факэш, молчи со мной, ультрамод, неславные парни, я бесконечно люблю эти треки, и, если бы я не попал в такую ситуацию, в которую я не могу выбрать, какие треки хуже, какие треки лучше, я бы не стал их выпускать, я бы выкинул те, которые хуже, и написал бы на их место новые, как, собственно, я и сделал многократно, перед тем, как, собственно, это все выйдет. Так, у меня есть ощущение, что ты сам себе вопросы задаешь, ну, вот, это я тоже сам придумал это сообщение. Да бля, как вопрос не задам, гена не откликается, ты крутой, спасибо большое. Смотрел быть дауном от Локи? Да, просто охуевший клип, но я уже говорил, что творчество в плане треков, это очень редко мое, то, что у Локи выходит, но клип, но, нужно быть дауном, чтобы отрицать, что это охуевший клип, это просто, просто разъебосина, это точно, но если не самый лучший клип в истории вообще русского рэпа, то в топ-3 он точно входит, я несколько раз смотрел, охуенно, респект за это, очень крутая работа. Так, Булаев, тебе работать надо, что-то сидишь тут. Так, все треки в альбоме с алфавитом, да, все шесть, просто не подписал на пяти, на одну подписал, на остальных решил, сюрприз будет, DC или Marvel, Marvel, Гена, выложи, пожалуйста, раунды подбитые игры, нет, этого уже не произойдет, по определенным причинам. Кстати, кто был на предпрослушивании, могли заценить, как я читаю раунды с последнего батла, под те биты, под которые я бы хотел это сделать, на батле. Как тебе, Ходячий мир, ты не смотрел? Рики, привет, братан. С-к-р-в-а, салют. Здрасте, здрасте. Так, у Славы альбом новый, отлично, отлично. Если есть какие-то еще вопросы, давайте, я, наверное, не буду долго сейчас сидеть, потому что уже скоро релиз, я хочу походить, поволноваться по комнате, взад-вперед, водички попить, вот это все. Нравится творчество Коржа? Да, нравится, есть очень крутые песни. Оптимист, охуенный трек, Тралики, охуенный трек, Эндорфин, свое заберу, обожаю Коржа, охуенно. Так, нахуй тебя, нахуй тебя, нахуй тебя. Спасибо за классную атмосферу, на предпрослушивание, было очень круто. Спасибо всем, кто пришел. Я обязательно, ну, я уже везде, где только можно, искал, но я хочу перед следующими релизами тоже такую тему сделать. Не знаю, возможно, отбор будет так же происходить, возможно, как-то чуть по-другому. Я просто хотел много людей, из тех, кто был в этот раз, пригласить на следующее предпрослушивание, закрытую презентацию, потому что мне очень реально понравилась атмосфера, очень понравились люди, просто зашибись было. Гена, почему не было результатов конкурса в Инсте? Да я вроде бы нигде и не обещал, что мы прямо опубликуем, и, ну, люди пришли с конкурса в Инсте, которые победили, причем, мы сначала отобрали 10 победителей, которые написали, что 7 будет треков, потому что, ну, мы думали, что будет 7 треков. Ну, как отобрали, первые 10 человек, а потом, что 6, пришлось перебирать, и, в общем, мы дали в итоге тем и тем, проходки, потому что было бы нечестно по-другому. Вот. По-моему, Arkham 3 и Arkham 5 похожи. Это интересное мнение, я такого ни разу не слышал. Мне не кажется, что они похожи, но, возможно, я что-то упускаю. Вот. Так, как тебе новый альбом Тифеста? Мне показалось, что чуть-чуть, я, кстати, очень редко бывает такое, что я пока работаю над своим релизом, успеваю что-то еще послушать, но я вот, именно альбом Тифеста, мне в какой-то момент прям захотелось отвлечься, вот прям как только мы сдали релиз, я такой, надо что-то послушать. И был Тифест тогда в закрепе, в рипе, и я такой, послушаю. Круто, круто, есть темы, которые мне понравились, просто мне показалось, что немножко однообразно слишком. то есть бывает, когда концепт выдержанный, а бывает, когда слишком одно и то же. Мне показалось, что так, но никакого дезреспекта, я просто на его месте, пару треков бы, ну, не взял бы на этот альбом, или позже выпустил, или раньше, сделал бы поменьше релиз, и получилось бы цельно охуенно. Эфир я сохраню, альбом Игуарнац еще не слушал новый. Так, будет тур по Европе, надеюсь, когда-нибудь будет. Так, бля, Ген, выпустишь флэшфорвард EP, как пласть, не успел дочитать. Так, а мы кошку в честь тебя назвали, охуенно, как ее зовут теперь? Долбоеб? Простите, не могу, такой вот, такой вот юмор у меня, за час до релиза. Что будет в туре? Полный разъем будет в туре. Кстати, рекиев, тур, точка, что-то там, блядь, короче, найдите информацию о туре, и приходите на концерты. Помню, что, тур в конце сентября, Москва и Питер, конец ноября. Очень всех вас там жду, там будет Фантом 1, будет флэшфорвард, и может быть, что-нибудь еще посмотрим. Вот. Так, как относишься к монеточке? Отлично отношусь, Екатеринбург, форел. Так. Будешь на Раймсфесте? Нет, вроде не буду, ну выступать точно не буду, может просто приду потусоваться. Вот. На предпрослушивание приехал Анатолий? Нет. Он в комментах написал, что он участвовал ради лайков и просмотров, и что он вообще не хотел приезжать, что он отдал кому-то проход к своему товарищу ужасному. Так хотели, мы думали его вывести на сцену, чтобы он с нами второе солнце исполнил, но, к сожалению, к сожалению, не получилось. Очень жаль, я очень расстроился, ну, вот. Так. Давайте потихоньку завершать, мне уже строчат сообщения, что от меня нужно какой-то фидбэк по выпуску релиза. В общем, ребят, через час, почти что ровно через час, моя новая эпиха, над которой мы реально очень долго трудились, очень старались, все там, миллиард версий перебирали, пересводили. Очень надеюсь на вашу поддержку в распространении. Нажмите, пожалуйста, репост, я надеюсь, это не сложно. Все. Давайте, три вопроса быстренько, и я пойду. Что с треком Фантома? Я не знаю, про какой трек, про какой трек речь. Вот. Flash Forward EP, где Flash, это, не знаю, не знаю, как ответить на это. Не могу. Последнее время тяжко с шутками, когда не сплю, не сплю, когда по 10 дней. Вот. Так. Блин, ну все, уже смайлики пошли. Ладно, я побежал, ответил на один вопрос. Как относишься к баттлам площадок Питер versus Москва? Охуенно, если такая тема будет, я приду посмотреть, но баттлить, как я уже говорил, в этом году не собираюсь. Вот. И возрастное ограничение на концертах. Скажу по секрету, оно везде есть, но везде, где никто ничего не проверяет. Все. Пока, народ, спасибо вам заранее за поддержку. Все, всех люблю. Через час Flash Forward EP. Воу. Я очень долго не могу попасть по кнопке завершения. Спасибо. 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 Спасибо.